Ах, были бы у меня деньги, купил бы я у Левитана его деревню, серенькую, жалконькую, затерянную, безобразную, но такой от нее веет невыразимой прелестью, что оторваться нельзя, все бы на нее смотрел да смотрел. До такой изумительной простоты и ясности мотива, до которых дошел в последнее время Левитан, никто не доходил до него, да не знаю, дойдет ли кто после. Антон Павлович Чехов Передо мной целый ряд новых, начатых или полуоконченных чудных работ, целый ряд блестящих затей, новых художественных замыслов, новых мотивов, в которых еще с большей силой и прелестью развертывается его дивный дар. Так поэтично передавать русскую природу, целый ряд новых, широко и красиво начатых пейзажей песен, с присущей ему чарующей прелестью, с особенным, ему лишь свойственным настроением и тонкой музыкой словом, со всеми теми свойствами его тонкой художественной личности, которые на обычном языке у нас выражаются одним словом, по-левитановски. Леонид Пастернак Любовь к природе, требовательность к себе и исключительная зрительная память — таковы характерные черты Левитана как художника. Левитан остался в моей памяти как художник, неразрывно связанный с Русской национальной школой пейзажа, как художник, глубоко любящий родную природу, без устали ее изучающий и с большим мастерством воплощающий эту природу в своих работах. Василий Бакшеев Левитан в своих работах очень точно, может быть и сознательно, передал общий тон в природе, что и давало ему возможность с необычайной правдивостью изображать моменты дня. Все его картины столь разнообразны по общему тону, что мы сразу видим, какой именно день и какой момент дня изображен художником. Николай Крымов Я очень дорожил знакомством с Левитаном, потому что ни один художник не производил на меня такого впечатления, как он. В каждой картине его, даже незначительном наброске, я видел то, что Карамской называл в картине душой. Эту душу я видел не только в картинах Левитана, но и в его этюдах. По моему мнению, никто так, как Левитан, не знал и не любил нашу бедную русскую природу. Мало того, он обладал даром заставить и других понимать и любить ее. Алексей Ланговой Вся недолгая творческая жизнь Левитана была наполнена вечными неустанными поисками. Развитие его творчества — это поиски новых и новых образов русской природы, в которых раскрывались бы все новые ее черты и признаки. А вместе с этим это была и эволюция самого художнического восприятия природы, отношения к ней, ее живописной передачи. Это была богатая достижениями эволюция всего живописного строя искусства Левитана. Александр Федоров Давыдов Левитан любил русскую природу фанатически, почти иступленно, и благодаря своей особой чуткости и нервной проникновенности он сумел вобрать в себя все мысли и чувства, которым горели его сверстники и товарищи. Притворив их в своем индивидуальном, ему одному присущем лиризме, он выразил все это в своих картинах, отразивших искание целого поколения. Он был самым большим и самым мудрым мастером русского пейзажа. Игорь Гарабар Вся жизнь, все творчество Левитана прошли над любимой им страной, над ее природой благотворным дождем, после чего над русским пейзажем воссияла чудесная радуга, в ворота которой должны проходить все художники, любящие свою страну, свой народ, свою природу. Георгий Низский Окончить картину иногда очень трудно. Иногда боишься испортить одним мазком. Вот и стоят они, дозревают, повернутые к стене. Нужно работать быстро, но не спешить заканчивать, чтобы закончить. Иногда нужно два-три мазка, а вот каких, не сразу решишь. Запоминать надо не отдельные предметы, а стараться схватить общее то, в чем сказалась жизнь, гармония цветов. Работа по памяти приучает выделять те подробности, без которых теряется выразительность, а она является главным в искусстве. Посмотрите, как интересно, главное ново. Нужно внимательно следить за жизнью искусства, чтобы не повторять много раз написанного. Новая тема, новый сюжет, это уже нечто. Напишите по-иному, чем все пишут, и ваше место в жизни искусства обеспечено. Многие в поисках новых тем едут далеко и ничего не находят. Ищите около себя, но внимательно, и вы обязательно найдете новое и интересное. Воображаю, какая прелесть теперь у нас на Руси. Реки разлились, оживает все. Нет лучше страны, чем Россия. Только в России может быть настоящий пейзажист. Исаак Левитан Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok